Уже больше 1300 работ поступило в жюри всероссийского конкурса «Краски Чувашии». В апреле организаторы определят финалистов. Сегодня подвели предварительные итоги проекта. Конкурс «Краски Чувашии» проходит третий год подряд. Организаторы оценивают картины, фотографии, коллажи, декоративные поделки. Главное, чтобы работа была посвящена самобытной культуре и истории региона. Активно у нас идет популяризация именно нашей культуры чувашской. Кроме этого, мы подключаем не только наш регион, но и Москву, Санкт-Петербург. Особенно это у нас принимают активное участие различные землячества. Хочу сказать, что действительно конкурс обретает большие масштабы. Также появились новые номинации, такие как вокальная хореография, фотография и другие. Возрастная категория у нас также стала уже больше. Мы увеличили, уже могут принимать участие до 30 лет. И поэтому хочу сказать, что действительно конкурс очень полезен. Финалистам вручают награды, а лучшие картины представят на выставке в День Республики. О развитии проекта «Краски Чувашии» в эксклюзивном интервью нам рассказала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Конкурс проводится под ее патронатом. У нас теперь запущена платформа «Краски Чувашии», где можно посмотреть, ознакомиться с банком данных, фактически орнаменты, другие интересные, литература, история и прочее. То есть то, что может вдохновить ребенка, родителя, например. И можно использовать этот материал в подготовке к этому конкурсу. В период глобализации, когда есть очень много вызовов и угроз, такие конкурсы, участие в которых добровольное и наоборот, куда стремятся люди, это возможность сохранить свою культуру.